Фонд «Добрая надежда» продолжает сбор средств на курс реабилитации для 8 детей, страдающих ДЦП. Об этих удивительных ребятах и их родителях мы уже рассказывали в декабре. Организаторы посчитали, чтобы отправить малышей в поселок Заозерное на берегу Черного моря требуется около миллиона рублей. У каждого ребенка свой диагноз и своя история, но, безусловно, восстановительный курс требуется каждому. Там с малышами будет работать дефектолог, массажист, ипотерапевт, инструктор ЛФК, нейропсихолог. Сбор средств, увы, идет плохо, а сроки поджимают. Мы очень надеемся, что у нас получится собрать 300 тысяч до начала марта, потому что это необходимо для закупки билетов по более низкой цене. Ну и вообще, чтобы они остались, эти билеты. Далее остальную сумму мы можем собирать до июня. Благотворители выходят на представителей крупного бизнеса, но, увы, входят в положение семей не все. А родителям, которые тратят все деньги на лечение детей, не под силу самостоятельно выделить 122 тысячи рублей на реабилитацию на море. Мы приняли решение перевести 50 тысяч рублей. Вот эту денежную сумму мы перевели, осуществили перевод денежных средств. Ну а далее мы следим. Как нам известно, в ближайший месяц необходимо собрать еще порядка 100-150 тысяч для того, чтобы забронировать билеты и для того, чтобы летом можно было уже детям ехать на реабилитацию. Никите 6 лет. У него спастический тетропорез. Несмотря на тяжелый диагноз, он очень жизнерадостный, позитивный и добрый ребенок, открытый и очень любознательный. Мама водит Никиту в бассейн и занимается с ним и дома. Пока малыш не может самостоятельно сидеть, говорить, ходить и даже кушать. Ежегодная реабилитация на море мальчику очень помогает. У нас, например, скачать в интеллектуальном развитии было. Потом мы стали лучше держать голову, и у нас спастиков сошла. Ну не скажу прямо 100%. Он стал более расслабленный, более эмоциональный. То есть у нас, например, руки постоянно в кулаках. То есть они наконец-то там раскрыли. Совершить доброе дело просто. Реквизиты вы видите на экране. Малышам нужна помощь, сделать первые и самые важные в жизни шаги. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова.